ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Большую часть, собственно, американской территории. Систем противовоздушной обороны, способных перехватить такие сверхсовременные маневрирующие ракеты, у НАТО нет и в ближайшие 10-15 лет точно не будет. При этом, не обнаружить сами ракеты в точках их развертывания, не вообще доказать их существование, Вашингтон не в состоянии. А Москва, глядя на тщетные попытки американских военных экспертов уличить Россию в развертывании нового супероружия, только молчит и презрительно улыбается. Долгое время Вашингтон скрывал этот свой провал от американской общественности. Все данные о новых русских сверхракетах лежали в недрах Пентагона под грифом «совершенно секретно». Лишь иногда военные чиновники далеко не первого ранга что-то робко и невнятно заявляли о том, что русские не нарушают некоторые договоренности. И мы им этого, конечно, не простим. Но вот, наконец, тайное стало явным. 14 февраля 2017 года одна из самых влиятельных газет США The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на высокопоставленных представителей американской администрации утверждалось, что Россия в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности якобы развернула наземные пусковые установки стратегических крылатых ракет. Это сообщение New York Times тут же перепечатали многие западные средства массовой информации, а среди профессиональных натовских русофобов оно вызвало настоящую панику. Так, польское военное обозрение Defense 24 заявило, сообщение о том, что российская армия проводит испытания новых крылатых ракет наземного базирования, уже попадали в печать в 2014 и 2015 годах. Тревогу следовало бить уже тогда. Однако этого не произошло потому, что это стало бы доказательством неэффективности администрации президента Барака Обамы. Теперь ясно, что в российских вооруженных силах появились передвижные ракетные установки с ракетами дальностью более 2000 километров. Американские военные это знали, но в США стараются смягчить ситуацию, сознательно преуменьшая количество ракетных установок, появившихся в российской армии. Самоходные пусковые установки крылатых ракет могут уже находиться в Крыму, в Калининградской области и даже в Сирии, а не только в Центральной России. Западные стратеги волнуются не зря. Действительно, Россия сделала мощный рывок в создании крылатых ракет нового поколения. И Москва это почти не скрывает. В первую очередь речь идет о дальнобойной крылатой ракете 9М729, разработанной Екатеринбургским конструкторским бюро НАВАД для ракетного комплекса 9К720 «Искандер-М». До последнего времени в комплексе «Искандер-М» использовались несколько модификаций баллистических ракет и крылатая ракета 9М728, официальная дальность которых не превышает 500 километров. И вот теперь на вооружение комплекса поступила новая дальнобойная ракета 9М729, которая, скорее всего, является наземным вариантом знаменитой ракеты морского базирования «Калибр», которая в ядерном варианте способна поразить цель на дальности до 2600 километров. Впрочем, некоторые эксперты считают 9М729 наземным вариантом крылатой ракеты воздушного базирования Х-101, дальность которой и вовсе достигает 5500 километров. Как бы то ни было, Московский государственный научно-исследовательский институт приборостроения, отвечающий за создание системы управления данных ракет, еще в 2015 году заявил о завершении государственных испытаний ракеты 9М729 и ее усовершенствованного варианта. Да вот еще что. Для полноты картины надо сказать еще об одной важной особенности новых русских крылатых ракет. Они легко могут размещаться в стандартном грузовом контейнере. В одном таком контейнере размещается пакет из четырех ракет, в другом – командный центр с аппаратурой управления. Миллионы таких контейнеров непрерывно путешествуют по всему миру. Они в огромных количествах перевозятся морскими судами, железнодорожным и автомобильным транспортом. И каждый из этих контейнеров теперь может содержать в себе смертельную начинку из наших стратегических крылатых ракет, способных на дальности в несколько тысяч километров поразить любую вражескую цель. Кто знает, где, на каких складах, в каких портах и странах уже лежат такие секретные контейнеры, ожидая заветной команды на развертывание и применение в Сирии, а может на Кубе, ведь от Гаваны до Вашингтона всего 1820 километров. И спрятанные в контейнерах калибры легко могут преодолеть это расстояние за пару часов. Кто может с уверенностью сказать, что решил по этому поводу Путин в своем кремлевском кабинете? В любом случае, пентагоновским генералам и натовским стратегам теперь есть о чем задуматься. Да, все это, конечно, нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности, так называемый договор РСМД, подписанный с Америкой еще Советским Союзом в 1987 году. Согласно этому договору, ни Россия, ни США не могут разрабатывать, испытывать, производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с максимальной дальностью от 500 до 5,5 тысяч километров. Этот договор бессрочный, но реальных механизмов проверки его соблюдения уже давно нет. Если раньше, вплоть до 2000 года, и мы, и американцы имели право проводить ежегодно до 20 инспекций на месте, в тех точках, на территории друг друга, которые вызывают подозрения, то последние 16 лет любая разведка может осуществляться только национальными системами наблюдения и разведки, то есть спутниками из космоса или разведкораблями из нейтральных вод, без права проводить инспекции непосредственно на месте. Понятно, что в таком режиме обнаружить и, более того, доказательно задокументировать наличие крылатых ракет с запрещенными договором РСМД характеристиками просто невозможно. Так что пусть теперь натовские стратегии в европейских столицах НАТО и на территории США гадают, когда и с какой стороны прилетит к ним пламенный русский привет на крыльях ядерного калибра нового поколения. Продолжение следует...